Здравствуйте! В эфире телеканала «Самара ГИС» программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы всегда с радостью ждем ваших звонков, иногда, правда, с грустью слушаем ваши истории, но, тем не менее, мы открыты для разговора, для обсуждения тех процессов, которые у нас происходят в душе. — Ну да, и к тому, о чем Елена сейчас сказала, я хотел бы дополнить, вот периодически вы меня спрашиваете, о чем наша передача, и этот вопрос перекликается, о чем же психотерапия или о чем психологическое консультирование, или что внутри него происходит. — И сегодня я решил так попробовать на этот вопрос ответить. — Психотерапии бывают разные, ну и, да, так, наверное, передачи могут быть разные по поводу психотерапии, это разные психотерапии, то есть, например, это передачи могут быть экспертного мнения, ну то есть, значит, ведущий передачи или, может быть, гость обладает каким-то исключительным знанием, какой-то особенной психологии он знает, вот, он последователь, адепт. — И, в общем, он изрекает истину, да, и его слушают, и потом эту истину разносят. Ну, это так, немножко с юмором, но, в принципе, да. То есть, один из вариантов, и психотерапия такая бывает, приходит как… — Ну, вы шутите с очень серьезным видом, Алексей. — Ну, так бывает, да, шучу. Вот, и, соответственно, это накладывает отпечаток на само взаимодействие, да, есть носители истины, есть люди, которые пришли за истиной в психотерапию или в психологию, в передачу, например, да, и вот… — А есть еще противники истины? — Ну, там, где провозглашается истина в каком-то одном месте, сразу возникают разногласия, сопротивления и так далее. Это вы очень точно подчеркнули, да. Вот, есть передачи, я движусь, двигаюсь к тому, как я представляю наше с вами взаимодействие, да, есть передачи, в которых объясняют, ну, вот это то-то, вот это то-то, да, вот это такой-то диагноз, вот с этим диагнозом так-то живут, вот это такая-то проблема, мы на нее можем посмотреть так-то. В общем, как-то немножко так обрисовывают картину мира, ну, со стороны психотерапии, психологии, тем более много разных, значит, есть течений. Есть передачи, касающиеся психологии, где дают советы, ну, у вас вот то-то, пожалуйста, сделайте то-то, у вас вот так-то, пожалуйста, займитесь этим-то, да, или подумайте об этом, вот, и это такое… А есть программа, где разыгрывается, прям вот эта ситуация, как будто бы присутствие в кабинете? Да, и чтобы вот эту очередь из примеров не плодить, я бы, наверное, сказал, что мы с вами выбрали, ну, по крайней мере, я стараюсь выбирать здесь такой формат, где мы с вами обсуждаем или то, что нам приносят наши телезрители, ну, озвучивают, да, какую-то проблему, мы с вами по поводу нее высказываем какие-то свои соображения, иногда наши зрители высказывают, вы высказываете, я высказываю, то есть мы с вами размышляем. Может быть, еще делимся какими-то переживаниями по поводу, то есть не только мыслями, но и переживаниями. Вот, на мой взгляд, такого рода психотерапия, она, я знаю это по пациентам своим, я знаю это по своим коллегам, она очень важна. Ее можно назвать недирективной, ее можно назвать лишенной почти советов, да, лишенной каких-то оценок, ну, мол, вы правильно делаете или неправильно, хотя мы уже с вами говорили, люди с таким вопросом часто приходят в терапию, например, вот у меня такие-то отношения с моей супругой, возвращаемся к семейным вопросам, да, я вот стараюсь для нее делать то-то, то-то, пятое, десятое, она все время недовольна. Ну, например, по типу вот сказки «Рыбаки и рыбки», да, вот я куда-то ухожу, я что-то делаю, я приношу, ценность материальная, например, да, затратная, того, что я делаю, все время возрастает, и парадоксальным образом ее недовольство, ну, по крайней мере, не уменьшается, а может быть возрастает, да, что я делаю не так, спрашивает меня, ну, достаточно молодой мужчина, да, вот, и это вопрос вот как раз про советы, посоветуйте, что можно было бы сделать. Ну, мы уже вспоминали и много раз об этом говорим, что там на приеме я таким же образом поступил, и здесь мы также с вами говорим, мы начинаем размышлять, а что вообще происходит, да. Ну, давайте поразмышляем, мне нравится ваш задел. Давайте поразмышляем. И один из вопросов, по крайней мере, который я задал этому мужчине, а как ваша супруга понимает, что вы делаете, ну, помимо того, что вы вроде бы удовлетворяете ее желания какие-то, чем она недовольна, да, что за этим недовольством стоит? Вот один из вопросов, который, на мой взгляд, здесь уместен, и он прозвучал там в психотерапии, да. У молодого человека был ответ? Пока нет. Я думаю, он появится. Я уверен, что он появится, потому что это принципиально другой подход, на мой взгляд, отличающийся подход к сути психотерапии. Один подход – это то, что доктор или специалист, психотерапия – это то, что специалист может передать своему клиенту или пациенту. Другой подход – это то, что происходит между ними, да, то, что появляется во взаимодействии специалиста и клиента, да, специалиста и, там, доктора и пациента. Как я понимаю, как я слышу, даже вот вашу постановку вопроса, в процессе психотерапии вы обучаете, не знаю, зрить в корень. Я не думаю, что это учеба, я не думаю, что это обучение. Ну, если так подходить, мы друг друга обучаем, потому что, ну, масса примеров и обратной связи специалистов. В книжках можно это увидеть, где специалисты благодарят своих пациентов за науку. Если вот широкой рамкой подходить, что мы друг друга чему-то научаем в профессиональном взаимодействии, то да. Да, причем эта учеба такая специфическая, то, чему я научился во взаимодействии с вами, ну, мне, я должен где-то пометку поставить, что это, скорее всего, не подойдет во взаимодействии с другим человеком. То есть я смогу на этот опыт опираться, ну, например, разговора с вами, да, какого-то взаимодействия, но если я попробую это перенести в другое взаимодействие, если, значит, мама говорит, послушайте, ну, я не очень понимаю, я со своими детьми веду себя одинаково. Вот у меня есть сын и дочь, вот я делаю то же самое, что я делаю для дочери, я делаю для сына. Ну, идея пополам, равномерно, равноправно, справедливо. Дочь всему довольна, а сын недоволен, да. И это как раз пример в том числе того, что мы всегда уникальны, в уникальном контексте каком-то находимся и уникальные взаимодействия строим. Если мы это не понимаем, то, не допускаем, то, ну, появляется масса каких-то трудностей, непонятностей и вопросов, которые не могут быть решены, да. И сразу возникает вопрос, а что делать, я, почему я неправильно делаю и так далее. Ну, вот завершая свою мысль по поводу передачи, такую протянутую и длинную, вот эта попытка, мне очень понравилась, одна зрительница такую обратную связь дала, она сказала, когда я слушаю вашу передачу, я раздумываю над теми вопросами, которые у вас возникают, и думаю сама, что я по этому поводу думаю, как я в похожих ситуациях поступаю, какие переживания у меня это рождает. В этом смысле для меня это очень хороший зритель, я бы так сказать, хороший соучастник, да, он включает свое собственное существование к тому, что происходит. И у нас появляется объем некий, объем в понимании проблемы. То есть всегда, наверное, или часто существует желание сделать плоской проблему, да, очень понятной. Наверное, чтобы облегчить ее как-то восприятие или ее проживание. Это обманчивое облегчение. То есть кажется, что, а, ну все понятно, значит, вы, значит, я не знаю, ваш муж ругается на вас, когда приходит домой, потому что вы плохая хозяйка, ну вы плохо готовите, да, подруги советуют своей, значит, подруге, которая пришла на прием ко мне, они говорят, ну вот, может быть, тебе получше научиться готовить, ну там что-то, или тебе, может быть, сексуальное белье какое-то купить, или тебе, может быть, какие-то книжки умные почитать. Ну то есть вот, ну, казалось бы, да, казалось бы, да, то есть вообще такие советы поддерживают на самом деле идею о том, что с тобой что-то не так. То есть приходит подруга и говорит, ну вот что-то муж мой недоволен мной, да, вот он мне высказывает. Они говорят, ну ладно, вот почитай, купи, еще что-то сделай. И за этим советом... Ну и муж, получается, тоже пытается сказать жене, с тобой что-то не так, ты вот какая-то не такая, как мне надо. Это другая история, которая тоже на этой неделе была достаточно выпуклой, потому что мы общались с женщиной, которая именно об этом и говорила, что в этих взаимодействиях ее супружеских вот муж постоянно ей говорит о том, что, ну, с ней что-то не так. История осложняется тем, и часто так бывает, что эта женщина сама привыкла себя считать виноватой. Ну, изначально она берет, как это сейчас говорится, очень много ответственности, она за много за что отвечает. Например, она говорит, климат в доме эмоциональный зависит от женщины. Ну, вот она носительница такой идеи. То есть, если в доме климат плохой, если там гроза, град и гром, ну, выражаемый мужем, например. Ну, то есть, я что-то не доделала, я не доработала, я упустила этот климат из-под контроля. Я виноват, да, и мне нужно пересмотреть какие-то свои позиции, какое-то свое поведение, мне нужно сделать что-то другое. И она бьется, как рыба об лед. Как можно быстрее, и это попадает на очень благостную почву, когда супруг ей говорит, ну, естественно, ты виновата. И, значит, давай, справляйся. Причем там, вот если я, естественно, немножко изменяю, но эта женщина задается вопросом, а почему для нее это было, может быть, каким-то открытием. Потому что кусочки соединились, несоединимые. Она говорит, ну, я не понимаю, почему после того, как муж меня отругал, он как будто зовет меня в постель. Ну, вот к близким отношениям она говорит, я так не могу, мне нужно какое-то время, чтобы, ну, как-то прийти в себя и так далее. Вот. И вдруг для нее было открытием, что, возможно, если она провинилась на кухне, то она должна оправдаться в постели. И муж как будто ей, ну, не прямо, но на это намекает, да. Давай проверим, ну, раз ты плохая хозяйка, давай проверим, какая ты любовница, да, или жена. Какие ужасы рассказываете, Алексей? Нет, а в чем здесь ужасы? В чем ужасы? Ну, женщина в капкане в каком-то находится, пусть даже в своих каких-то представлениях. Я думаю, что это обоюдный капкан. Вот. Но открытие было в том, что кухня и другие комнаты в квартире, они связаны друг с другом. И не только коридорами, не только тем, что их объединяет одна квартира, но и на уровне смыслов и на уровне ожиданий, да. И люди, вообще-то, переходят из комнаты в комнату с примерно похожими, ну, паттернами, если хотите, взаимодействия, с похожими нюансами коммуникаций. Ну, переходят в другую сцену, а разыгрываются или происходят те же самые похожие взаимодействия. Их не всегда видно, потому что халаты другие, костюмы другие, декорации другие, реплики другие. Но если вы и сказали про учебу, то люди, которые приходят на психотерапию, иногда научаются подмечать, что это те же самые комнаты и те же самые взаимодействия. И она замечает, что в постели ей нужно также, ну, во-первых, она чувствует себя виноватой, как будто ей нужно удовлетворить мужчину там борщом, здесь, соответственно, каким-то другим образом. И это вот такая длительная история, в которой, ну, очень много сил тратится и в которой очень сложно существовать. И, собственно, она и пришла с тем, чтобы об этом сказать, а как-то вот здесь что-то не то происходит в этих взаимодействиях. Интересно, вы сегодня начали программу с вопроса, как ваша супруга понимает, ну, что вы делаете, да, или чем вы вкладываетесь, как бы, вот в вашу семью. Ну, что-то такое было, я дословно не воспроизведу. У меня возникла идея предложить нашим телезрителям попробовать ответить на вопрос, как вы понимаете, что вы в разных комнатах своего жилища одинаковые или, наоборот, разные. То есть, вот, может быть, они не задумывались даже о таком, да, о таких параллелях. Ну, может быть, я эту идею, раз вы ее подхватили, продлил, что эти комнаты связаны. То есть, они могут быть связаны не только тем, что они похожи, а тем, что история не заканчивается в одной комнате и не там ставится точка, да. Она перетекает в другую, она перетекает в детскую, где они вдвоем ли заходят или не вдвоем. Ну, то есть, это вот такое взаимодействие. Мало того, эта история каких-то взаимодействий между супругами продолжает происходить, даже если они стали бывшими. Иногда так происходит. Ну, вот, люди развелись, да, и, например, но они иногда одержимы идеей, что они должны ради ребенка, ради детей демонстрировать полноценную семью. И они до некоторой степени пытаются это демонстрировать, разыгрывать. Но, допустим, один из супругов другого может при ребенке упрекнуть за то, что, ну, вот, твоя мама не захотела, чтобы папа с тобой жил. Или твой папа не захотел, чтобы мы были вместе, да. И вот эта вот идея вины, идея того, что вообще ни кухня, ни постель не закончилась, даже после развода. Просто иногда людям кажется, что развод – это решение проблем. Или с ним отношение не закончилось. Не закончилось. Просто иногда кажется, что, например, развод или уход с работы или еще что-то – это решение проблем, да. Заведение ребенка. А оказывается, что это не решение, это, ну, к трехкомнатной квартире добавляется четвертая комната, и мы переходим в новые декорации. Ну, вот так, наверное, можно было бы сказать. Такой взгляд позволяет видеть ситуацию более объемной, и тогда людям не нужно говорить, что им делать. То есть, когда… Специалисту не нужно говорить. Когда они начинают это видеть, они принимают самые правильные решения для самих себя. Ну, может быть, не сразу, но… Я думаю, конечно, если родитель начинает видеть, что он решает свои внутренние вопросы или проблемы взаимоотношений с супругом, с партнером через своего ребенка, вот если бы взрослый человек научился это видеть, это бы, наверное, дорогого стоило бы, чтобы родители перестали на детях отыгрывать свои нерешенные вопросы. Ну, вот примеры, которые вы привели, да, наверное, про него тоже можно подумать плоско. Ну, сказала и сказала, когда там мама… А если вот проанализировать в психологическом плане, как это ребенок вообще себе это объяснил, что мама хотела этим сказать, да, вот с кем она в этот момент ведет диалог, с ребенком или все-таки со своим супругом? Когда она говорит ребенку… Твой папа не захотел жить с нами или со мной, или с тобой? Это хороший вопрос, и это хороший вопрос для того, чтобы не сразу дать на него ответ. Вот этим он хорош. Это вопрос, который требует или достоин паузы какой-то и в психотерапии, и в нашем с вами, может быть, разговоре, да, чтобы человек сам думал, соображал, может быть, кого-то спросил, может быть, как-то… Ну, вот эти ответы возревают, и тем это оказывается важно, тем, что они возревают, и тем, что в итоге ответ какой-то получается. И удивительным образом очень часто, когда удается взять паузу и не предложить пациенту свою какую-то умную какую-то конструкцию, через некоторое время он приходит и на свой же вопрос отвечает таким образом, что я сижу и думаю, мне даже это в голову не происходило, а для него это очень точное попадание, очень точный ответ на ту жизненную ситуацию, на ту проблематику. И в этом смысле, конечно, терапия – это такой еще способ для специалистов, для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей, бороться со своими идеями о собственном всемогуществе, о собственном всезнайстве, о суперкомпетентности. Ну, как будто есть такая идея, чем больше я работаю, тем более я компетентен, ну, я больше кейсов знаю, каких-то случаев, да, я больше книжек прочитал, ну, и буду, как это там, все это, все проблемы… Ну, и сам знаю, куда надо двигаться моему пациенту, и плавненько так помогаю ему именно идти к моей цели, да, а не к его собственной, возможно, иногда выстраданной в ходе каких-то размышлений или переживаний, но, тем не менее, эта цель принадлежит другому человеку. Мало того, и в этом смысле иногда специалист становится таким маленьким, а может быть и не маленьким тираном в жизни пациента, потихоньку проводя какую-то свою линию, как вообще пациент должен жить. Ну, там, развестись или сойтись, когда это нужно сделать, с кем это нужно… Слушай, вот это, наверное, подходящий для тебя кандидат, а вот это не очень подходящий. Завести детей или не завести, куда устроиться… В общем, вот такой мягко-жесткой рукой вести по жизни. Алексей, у нас не так много времени до конца программы, я хочу спросить, вот этот пример про женщину, которая обнаруживает себя внутри семьи, где она вот, ну, условно, в капкане, да, как вот сегодня обозначила… Раба любви мне нравится в этом смысле. Раба любви прекрасна. На работе она по таким же паттернам, по таким же моделям выстраивает отношения, но это декорации офиса, руководителя, подчиненных, коллег? Или она может на работе быть совершенно другой, а вот рабой любви быть только дома? У меня два ответа, Елен, коротких, наверное, да. Очень коротко, да. Конкретно в этой ситуации я пока не знаю, потому что работу мы не обсуждали, а чисто теоретически, по опыту, то это может быть похожие какие-то вариации взаимодействия с наделенными властью людьми или с теми людьми, от которых ожидается признание. Это могут быть руководители. Или мужчины, да? Ну, мужчины на работе пока еще присутствуют, не все... Нет, ну, может быть, она и на работе мужчин старается радовать. Ну, не напрягать их. Я знаю, у женщин идеи такие тоже. Хороший способ порадовать мужчину – это не напрягать его. Мне нравится эта идея, Елена. Ну, наверное, наверное, я тут только могу предполагать, потому что конкретно об этом разговора не было. Может быть, его не будет, может быть, он появится через какое-то время, может быть, я чем-то тоже поделюсь. Но если говорить о том, что за нашим поведением иногда стоит не очень много проблем, ну, например, проблема поиска любви, да, или проблема оценки, стяжания оценки, то она реализуется везде. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Напоминаю, архив нашей программы доступен в Ютубе, на канале Самары ГИС. Смотрите, оставляйте комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова